Уважаемые коллеги, я врач-аллерголог-коммунолог поликлиники Всеволожской больницы Бобина Ольга Вадимовна. В нашей больнице сложилась ситуация, когда сотрудников заставляют подписывать новый трудовой договор. Этот трудовой договор вводит шестидневную рабочую неделю, упраздняет дополнительный отпуск за вредные условия труда и ликвидирует выплаты за стаж. Таким образом, новый трудовой договор значительно ухудшает условия труда сотрудников Всеволожской больницы. При этом сотрудников, которые отказываются подписывать этот трудовой договор, увольняют в течение трех дней. Сообщаю открыто. Я вступаю в первичную профсоюзную организацию Межрегионального медицинского профсоюза действия в нашей больнице. Я это делаю для того, чтобы бороться за улучшение условий труда, за увеличение заработной платы и за сокращение рабочего времени. Я осознаю, какой травле подвергаются профсоюзные активисты со стороны администрации нашей больницы и ее приближенных. Я знаю, что мне угрожает психологическое давление, подстава на рабочем месте с подведением под увольнение и распространение грязных слухов. Однако, мириться с тем, что происходит, и оставаться в стороне я не могу. Призываю своих коллег вспомнить о своем достоинстве и начинать коллективную борьбу. Напишите заявление в первичную профсоюзную организацию действия в нашей больнице. Сделайте это тайно, чтобы не подвергать себя лишней опасности. Согласно 10-му федеральному закону, никто не имеет права требовать от вас информацию о том, состоите вы или нет в том или ином профсоюзе. Также никто не сможет заставить руководителя местной ячейки предоставить списки членов профсоюза. Начать борьбу за улучшение условий труда необходимо. Нельзя оставлять все как есть и продолжать допускать произвол начальства. Обращаюсь к председателю официального профсоюза нашей больницы Зинковой Ларисе Ивановне. Лариса Ивановна, согласно уставу вашего профсоюза, члены профсоюза не имеют права состоять еще в какой-либо другой профсоюзной организации. Требую выгнать меня из вашего профсоюза и перестать вычистать профсоюзные взносы из моей зарплаты на работу организации, которая потворствует ухудшению условий моего труда. Считайте это официальным заявлением, которое вскоре я подтвержу письменно. Коллеги, вас просят обращаться за разъяснениями по поводу нового трудового договора к руководителям своих структурных подразделений. Вы можете это делать. Однако учитывайте, что какие бы хорошие отношения ни были у вас и вашего руководителя, каким бы он ни был порядочным человеком, объективно его положение таково, что он будет выступать на стороне главного врача и соблюдать интересы главного врача, а не ваши. Еще раз прошу всех и каждого вступать в первичную профсоюзную организацию действия в нашей больнице для того, чтобы начать коллективную борьбу. Продолжение следует...